Приветствую вас, друзья мои! Самый жаркий месяц в Италии – это август. Этот месяц, конечно же, лучше провести на море. Но есть туристы, которые выбирают этот месяц для знакомства с Римом. Может быть, поэтому в Риме много фонтанов и питьевых фонтанчиков, что люди стараются приехать в Рим независимо от погоды. Над римскими фонтанами работали величайшие скульпторы. Практически все римские площади украшены фонтанами и питьевыми фонтанчиками. Это самая настоящая характеристика города, делающая Рим неповторимым. Римляне первыми еще в древнем мире стали строить акведуки и не растеряли навыки. Акведуки до сих пор снабжают водой фонтаны Рима. И нет в мире такого города, где было бы столько фонтанов, как в Риме. Рядом с Колизеем находится питьевой фонтанчик. А напротив – автомат, где можно набрать воду в бутылочку с газом и без. И заметьте, вода в Риме бесплатная и очень вкусная. Главное – носите с собой бутылочку, она вам пригодится. Живя в комфорте и уверенности в 21 веке, никто бы и не подумал, что мы вновь можем столкнуться с какой-то эпидемией, которая поразит не только одну страну, а весь мир. В Италии вновь стали фиксировать новые случаи заболевших. В Риме ужесточают проверку тех, кто возвращается из отпуска. Это не только в аэропорту, но и при въезде в Рим установлены десятки постов, где берут тест у тех, кто путешествовал на автомобиле. В истории насчитывается много эпидемий, которые унесли множество жизней. Если вспомнить историю Рима, то можно сказать, что в вечном городе на протяжении веков не раз вспыхивали различные эпидемии, и римляне научились бороться с ними. Первая серьезная чума произошла во II веке н.э., когда разразилась страшная эпидемия. Она была принесена в Римскую империю войсками, возвращающимися из походов в Персию. Врачи говорили, что это заболевание связано с оспой или корью. Первая волна эпидемии унесла много жизней. Однако хуже было то, что вторая волна появилась 9 лет спустя. Когда был пик эпидемии, в день умирало по 2000 человек. Позже опять чума. Люди стали задумываться о причинах появления эпидемии. Многие считали, что чума – это выражение небесного гнева. В то время процветало распутство, убийство и жестокое обращение с христианами. Помните, да? И вот когда римляне в 680 году принесли мощи святого Себастьяна, убитого во время гонения при императоре Диоклетиане, то чума покинула Рим, и болезнь отступила. В те времена люди могли только молиться или обращаться к Севиллам, предсказательницам будущего, ища подсказку, как избавиться от чумы. Люди пытались спастись от черной смерти магическими обрядами, заговорами, но это мало помогало. Жители Рима обратили внимание на то, что перед приходом эпидемии розы в садах меняли свой цвет или даже засыхали. Предприимчивые люди того времени быстро уловили связь и начали готовить лекарства из роз. Помогало оно или нет, неизвестно, но вера в чудотворную силу утешала жителей Рима. Вот еще один пример. В 1656 году во времена папы римского Александра VII Киджи в Рим опять пришло бедствие. Оно убивало до 2000 человек в день и распространялось дальше в Чевитовекию и Ниттуну. Неаполитанский моряк умер в больнице, которая находилась у латеранской базилики. Таким образом, инфекция распространилась в ближайшие районы Трастевери и Гетто. Александр VII распорядился закрыть суды, учебные заведения, то есть все места большого скопления людей, включая церкви. Дома и кварталы, где были зараженные люди, были изолированы. Папа дал распоряжение организовать госпитали и госпитализировать больных людей. Чума длилась 9 месяцев. То же самое мы перенесли в этом году. Некоторые эпидемии длятся месяцами, а некоторые – годами. Но все-таки будем надеяться, что вторая волна не будет такой опасной, как первая. Все нормализуется, и уже весной 2021 года с новыми силами мы свободно сможем путешествовать. Как видите, Рим почти пустой. Туристов очень мало. Вход на комплекс Викториано. И это же алтарь Отечества. Этот монумент воздвигнут в честь первого короля Объединенной Италии Виктора Иминуила II. У подножья алтаря Отечества есть два фонтана. Слева фонтан, олицетворяющий Адриатическое море, а справа фонтан, олицетворяющий Теренское море. Эти два моря омывают берега Италии. Если бы сейчас это видела полиция, то ребятам бы выписали штраф. Сейчас на этих фонтанах запрещено сидеть, а тем более уж мыть ноги. Когда я очень спешу и мне надо быстро отсюда дойти до Чирко-Массима, то я срезаю путь через Капиталистский холм. Капиталистский холм – самый маленький из семи римских холмов. Поднимаюсь по лестнице, которую спроектировал Микеланджело. На площади находится конная статуя Марка Аврелия, Капиталистские музеи, куда я всегда советую зайти туристам. Музеи были основаны в 1471 году и считаются первыми публичными музеями в мире. Капиталистская площадь полна сюрпризов и имеет тысячелетнюю историю. Через арку можно выйти на великолепную смотровую площадку, откуда открываются прекрасные виды на римский форум. под палящим солнцем почти никого не видно на римском форуме. Даже на холме Палатин очень мало народу. Та улица, по которой я сейчас выйду к Чирку Массиму, находится у меня за спиной. Прогуливаясь почти по чистому полю, на котором не осталось ничего от большого цирка, нельзя не заметить фасад здания, напоминающий парус. А наверху находится рука с поднятым к небу вверх указательным пальцем. Мне всегда было интересно посмотреть, что скрывается за этим зданием. Сегодня я решила заглянуть сюда. Сейчас здесь находится небольшой отель Босколо Чирку Массиму. В нем всего 10 номеров. И чтобы привлечь туристов, во дворики были поставлены несколько статуй древних римлян, фонтан, столы, стулья. Замечательная атмосфера. Мне кажется, что во дворики накрывают столы на завтрак для тех, кто останавливается здесь. В 16 веке на этой территории находился монастырь. А еще здесь, кроме отеля, находится музей кухни, в котором представлены самые разные инструменты. И библиотека с рецептами. Но туда я зайду в следующий раз. Субтитры создавал Dima Район Трастевери можно смело назвать душой Рима. На этой территории находилась вилла Юлия Цезаря, на которой он принимал Клеопатру во время ее визита в Рим. Потом эти земли он завещал римскому народу. Здесь жили моряки, рыбаки, разные ремесленники. И сейчас этот район является народным. Здесь любят гулять не только туристы, но и местные жители. Те, кто еще не знаком с этим колоритным районом, то советую обязательно заглянуть сюда. Ну а те, кто уже бывал здесь, вам будет приятно еще раз прогуляться по узким средневековым улочкам. Летние вечера в Трастевери яркие и незабываемые, особенно когда начинают зажигать уличное освещение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если хотите вкусно и недорого поесть в районе Трастевери, то вам ресторан Карло Менто. Знаю, что многие из вас уже бывали здесь. Сегодня у меня была вечерняя экскурсия по Трастевери. На ужин я не успевала домой, позвонила мужу, и мы решили поужинать в этом ресторанчике. Когда мы пришли, народу было мало, но через полчаса народ подтянулся, и все столы были заняты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А если вспомнить времена Рафаэля, то однажды прогуливаясь по району, Рафаэль увидел в окне девушку и сразу влюбился в нее, решив, что будет писать с нее портреты. Рафаэль в то время работал неподалеку. Он расписывал виллу Форнезина для знатного банкира Агустина Киджи. Форнарина, так звали эту девушку, была возлюбленной Рафаэля и музой. А имя ее происходит от профессии ее отца. Он был пекарем. И еще одна очень интересная история, связанная с банкиром Агустина Киджи. Я уже рассказывала историю про него и куртизанку Империю. После ее смерти он недолго горевал и женился на другой. На вилле был шикарный и пышный банкет. Но в истории больше всего запомнилось празднование крещения первенца. Было приглашено много гостей. Для того, чтобы показать, как был богат банкир, и как бы в знак щедрости, после банкета все серебряные и золотые блюда были выброшены в Тибр. Прямо на глазах у изымленных гостей. Как поговаривают, что предварительно были брошены сети в реку, в которой и падала вся дорогая посуда. Когда гости разошлись, всю посуду достали из Тибра. Еще один замечательный ресторанчик «Тон Норелли». Потрясающее место. Уютно, живописно. Приготовлено с душой и по-домашнему. А еще здесь оригинальная подача. Пасту подают прямо в сковороде. Здесь всегда большие очереди. А еще атмосферу этому району придают торговцы. Вроде бы ничего особенного не продают, но при вечернем освещении это смотрится очень даже колоритно. «Дон liegen в конец» «Бrac Renaissance» «Бracаете?» «Б pedestем для этого» А еще здесь? Субтитры создавал DimaTorzok В районе Трастевери есть ресторанчик «Ла Поролача». В переводе означает «грязное слово» или «ругательство». Этот ресторан очень сильно отличается от обычного ресторана. Дело в том, что здесь официанты отпускают оскорбления и пошлые шутки в адрес клиента. Целый вечер шоу с шутками и оскорблениями, и все друг над другом смеются. Не стоит туда заходить тому, кто не понимает шуток. Особенно это место любит молодежь. Смеются от души. Это уже другой ресторанчик. Весь народ, который стоит на улице, это очередь в ресторан. Ни разу здесь не ужинали. Надо будет как-нибудь сходить. На этом наша небольшая прогулка по Риму заканчивается. Надеюсь, что я смогла передать атмосферу, и вы хоть онлайн, но прогулялись по вечному городу. Берегите себя и всего вам хорошего. Огромное вам спасибо за комментарии, которые вы пишете мне под каждым видео. И до новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok